На старой площади столицы состоялось вручение новой спецтехники для Министерства чрезвычайных ситуаций. Так, для наших спасателей было закуплено новое оборудование для поисково-спасательных работ, а также вот такие вот громадные машины БелАЗ, которых раньше не было на балансе ведомства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карьерные самосвалы БелАЗ из Беларуси, медицинские пожарные машины и другая современная спасательная техника. Также за счёт средств из госбюджета было обновлено и спасательное снаряжение. В церемонии передачи спецтехники принял участие глава ГКНБ. Камчбек Ташеев обратился к спасателям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При поддержке государства мы передаём Министерству чрезвычайных ситуаций современную специальную технику. Когда-то я сам работал в МЧС, и как человек, который близко знал и видел техническое оснащение Министерства того времени, могу с уверенностью сказать, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону во много раз. Сегодня мы стали свидетелями передачи МЧС 28 единиц специальной техники. Из них 10 – это большие карьерные самосвалы БелАЗ, импортированные из Беларуси, 4 современных медицинских и 4 пожарных машин и другой современной спасательной техники. Из республиканского бюджета на закупку спасательного снаряжения выделено 35 миллионов сомов. Теперь спасатели обеспечены современным оборудованием. Им были выданы гидравлические и пневмоинструменты для спасения пострадавших из-под завалов или же на труднодоступных участках. «Халматеры, конечно, я прекрасно знаю. Это же знаменитая фирма, которая во всем мире использует спасательные снаряжения. И все эти техники можно использовать при спасении людей, при оказании помощи, при совершении ДТП. То есть сейчас уже все возможные судьи». Также обновили и снаряжение для работы в холодных горных условиях при спасении попавших в беду альпинистов. Новый легкий комплект спецодежды будет защищать здоровье спасателей. При этом позволит им комфортно выполнять свою работу. Было приобретено 16 комплектов надувных палаток и световое оборудование. С их помощью спасатели смогут продолжать поисковые работы и оказание помощи попавшим в беду в любое время суток и при любых погодных условиях. «При проведении опызных спасательных работ Ахса, Ахсийский район, села Райкумол. Вот тогда мы ночью спасали людей. Ночью, когда вытаскивали тело 16-летней девочки, 11 часов ночи мы вытаскивали. Помните, да? Вот тогда мы держали вот такие фары, руками вот такие фары держали и спасали. А теперь уже, смотрите, такие удобные приспособления. Это даёт вам возможность быстрее спасать, быстрее оказывать помощь». Ведомство получило различные дроны. От небольших компактных, до более крупных, которые могут перевозить до 3 килограммов груза. С помощью этой техники поисково-спасательные работы станут эффективнее. Подобные дроны уже не раз применялись для помощи гражданам. «Лёгкие дроны мы используем для поисковых работ, для составления маршрутов, для разведывательных мероприятий. А также имеются дроны с теплоизионными камерами, которые используются для поисковых работ, для пострадавших. Особенно в ночное время мы можем проводить поисковые работы. А также имеются грузовые дроны для доставки соответствующих медикаментов и средств первой необходимости». А вот таких карьерных самосвалов на базе МЧС никогда не было. Грузоподъёмность одной машины достигает 30 тонн. Всего было получено 10 единиц техники. Она будет направлена в регионы страны. «Данная техника будет направлена в те регионы, где ведётся работа по перевозке тяжёлого груза. С помощью таких самосвалов можно строить дамбы и предотвращать стихийные бедствия, такие как сели. Обновление материально-технической базы спасателей продолжается уже не первый год. За последние три года МЧС получило более 700 современных машин. Полностью обновлена техника аварийно-спасательной службы». Сымах Мусаев, Пикзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.